Добрый вечер, дорогие друзья! Наконец-то в эфире передача на туре. Целых две недели мы отсутствовали, но теперь мы здесь, в студии Максим Кейселев, Михаил Меркулов. Дмитрий Ершов сегодня не присутствует, но мысленно он с нами. И мы сегодня поговорим о западной премьер-лиге. Было дерби, самый важный матч последних выходных. Его мы обязательно обсудим. Были неожиданные результаты. Поговорим мы о группах Лиги Чемпионов Кубка ЛФЛ, но и также обсудим вторые дивизионы. Максим, давай начнем с чемпионата. Давай начнем с матча, который прошел в день всех знаний. 1 сентября встречался Мегатитан и Титан. Мы подогревали интерес, мы ждали и готовили зрителей, что будет битва. Мы хотели понять, будет ли реванш за второй круг. И что мы увидели? 9 забитых мячей. Я немножко ожидал другого дерби. Да, и уж тем более, что будет в одни ворота забито 7. Но, да, даже вот Дмитрий Агапцев в своем послематчевом интервью, не послематчевом, прошу прощения, герой тура, он на прошлой неделе сказал, что до 50-й минуты, ведь счет-то был 2-2, ну, была равная игра и в какой-то момент, как будто по щелчку, Мегатитан просто встал. У тебя есть это объяснение этому? Ты знаешь, Миша, объяснений нет. Просто такое ощущение, что команда на ровном месте рухнула, как карточный домик. Не было какого-то давления Титана на 50-й минуте, что все, силы у Мегатитана закончились. У Мегатитана был резерв, делали замены. Сам Владимир Читая, играющий уже тренер, тоже появился на поле. И мы вот в эфире, когда транслировали игру, как раз-таки и задали этот вопрос, а вот стоило ли выходить на поле, не потому что, допустим, Владимир Читая не в тех кондициях, а потому что теперь он уже выполняет тренерскую функцию, и получается, что там где-то убыло. Но у меня, честно говоря, до сих пор нет такого логического объяснения, почему так рухнул Мегатитан на последние 10 минут. Мне кажется, что здесь какая-то психология, что ли, какой-то нокдаун, вот, то есть, сечение обстоятельств, что такое количество. Ну, смотри, мы с тобой обсуждали в прошлом году о том, что Титан, Медведев, играющий тренер, тяжело и так далее, в ключевом моменте не хватает холодной головы, и сейчас все наоборот стало. Как раз у Титана наладилась скамейка запасных, Медведев стал полноценным тренером, нашли они нападающего, а Мегатитан, наоборот, взял играющего Владимира Читая. Когда Владимир Читая выходил, счет был 2-0, прошу прощения, 3-2. Вел Китан, он вышел спасать, команда получает 3 мяча за какие-то 5-6 минут. Прямой вины Читая в пропущенных мячах Мегатитана нет. Конечно, он нападающий. Да, но при этом, мне кажется, вот подсказать с бровки, остудить игру оказалось некому. Когда он уже вышел, да, уже игра была сделана, и, по сути, он вышел на свои 5 минут и ушел. Понимаешь? То есть, очень странное решение. Понятно, что были проблемы у Кутузова, да, он получил травму, но некоторые действия все-таки необъяснимы. Ты знаешь, я еще вот скажу такую мысль про Мегатитан, что если в прошлом году и в предыдущие годы я бы все-таки видел идеальным тренинг для Мегатитана Читая, потому что он как-то уже исполнял обязанности, так скажем, Игорь Кротков просил его помочь. Да, есть команда топ игроков, да, которые давно в ЛФЛ, давно играют, и они знают, что делать. Им не надо, вот мы немножко так карели Александра Голевца, что он дает этим футболистам какие-то теории, там, тактики, да, которые, в принципе, не нужны. Им надо просто дать играть, расставить, да, делать замены. Вот, то сейчас как раз Владимир Читая вполне возможно, да, ну, еще начало сезона не совсем подходит Мегатитану этому, да. Вот в том году он бы подошел бы идеально, а сейчас взяли игроков новых, молодых. Макс, понимаешь, им надо объяснять, им надо, с ними надо работать, объяснять, что такое ЛФЛ, что такое матч против Титана, какой здесь уровень. Дрягин, да, который первые два тура, оказался вообще классный, супер игрок, мотор команды, но по факту он провалил матч с Титаном, ну, а его обводка... Поплыл, да, в центре поля. Да, в центре поля, около своей штрафной, это просто детский сад. Ну, так нельзя играть, понимаешь, просто. Хотя Дрягину очень понравился, но вопрос даже, может быть, и не к Дрягину, да, а к, читая, вопрос к руководителю, что надо объяснять. Ну, здесь, наверное, игровой момент, но больше, наверное, к тренеру, да. Вопрос, что надо объяснять. Этому составу, который есть сейчас у Мега Титана, надо объяснять, что такое Лига Чемпионов, как там играть, понимаешь? Просто так прийти повеселиться, и вот 2-7 от Титана. А Титан, Титан сыграл, ну, что? Он, ты знаешь, он ждал ошибок, и он дождался от Мега Титана. И вот такая уверенность, такая мощь была от Титана в концовке, ну, это круто. Знаешь, и запас, запас прочности у Титана был, просто сумасшедший. Да, Алексей Медведев теперь у нас играет за команду Василия Уткина и Эгресси, да, наверное, обязательно тоже надо про это в передаче сказать, причем уже в первом туре делает дубль и приносит победу, о чем Васе Уткин, кстати, рассказывает в своем инстаграме. Это все здорово. Но еще классно, что? Алексей Медведев теперь полностью сконцентрировался на тренерском. И что я хочу подчеркнуть, у Титана реально есть два состава, и эти два состава играют. То есть, как Алексей Медведев умудряется дать вот этим вот 16 человекам, ну, там, без вратаря, да, потому что Костриков меняется с Карпом по играм, то все полевые игроки, абсолютно все, даже включая центрального защитника и краем, все получают игровое время, при этом, как бы, нет недовольных, да, и при этом никто не выпадает. На мой взгляд, это просто, я не знаю, уникальные качества Медведева. Попробуй так сделать. Ну, дай бог, да, Макс, я полностью согласен здесь. Пока все хорошо, в прошлом году тоже, помнишь, до зимней паузы все у Титана было идеально. Нам сказали, что это все. Вот, но потом что-то сломалось. Вот здесь тоже надо понять, да, что сейчас все хорошо, сейчас идет две восьмерки класс, сейчас какая-то, не дай бог, осечка, поражение и так далее, уже две восьмерки, уже, может быть, так не пройдет, да. Опять же, но я все-таки, скорее, скептически отношусь, даже если это две восьмерки, вот такие, как у Титана, отношусь все-таки скептически к тому, что вот так выпускать, меняться восьмерками. Но я не завидую Алексею Медведеву, потому что это тяжелейший выбор, и надо что-то делать с этим. Да, ну, конечно, это приятная головная боль, как это говорят, но тем не менее, знаешь. Ну, вот он ротирует, ротирует, а вот под первым туром никто вообще не выпадает. Пока не выпадает, да, но вот давай еще один матч уже этих выходных, раз мы говорили о Мегатитан-Титане, Мегатитан проигрывает Гатагу. Да, в прошлом году, помнишь, какой-то дежавю получился, Макс, у нас? Да, в первом туре новичок западной премьер-лиги, Аслан Гатагов одерживает громкую, громогласную победу над Мегатитаном, систанционную, огненную, там, какую угодно хотите. Ну, конечно, Мегатитан потом взял реванш, да, и в чемпионате выиграл 6-0, и на кубок тоже одержал уверенную победу. Ну, здесь, да, здесь мы подчеркивали проблему Мегатитана, которые начались не в матче с Титаном, да, гораздо раньше, да, это и спасенная на 61-й минуте игра с Космосом Веером, да, это и Гол Терентьева на 51-й минуте в матче против Комунара, да, то есть звонок звенел, как в театре, да, то есть как бы до этого два раза, еще третий раз с Титаном, и я, если обзоры читаете, да, я писал, что Аслан Гатагов-то сейчас в порядке, и поэтому трепещи, Мегатитан. И это была вовсе не шутка, поскольку, да, действительно, я так полагал, что Аслан Гатагов в колоссальную проблему может доставить Мегатитану. И вот мы видим результат 3-1. Ну вот Гатагов встречался с Титаном в прошлом туре, по-моему, в прошлом, да, на прошлых выходных, и, да, во втором, и, ты знаешь, там Титану удался быстрый гол, да, и он немножко так предопределил ход игры, потому что Гатагов могло отыгрываться, вот, во-вторых, потом Гатагов же сравнял счет, а, нет, вру, 2-0, 2-1, да, то есть, было на Тонникова, то есть, все очень, ну, опять же, да, Титану было очень сложно. Вот здесь Гатагов сумел забить, сумел не пропустить первыми, да, что очень важно. И ты знаешь, опять, бич Мегатитана, опять второй тайм, конец, и команда не может, физически, мне кажется, не готова пока. Да, если с, все-таки с Комунаром и с Космосом Веером добавили, да, но это команды, все-таки, другого порядка, да? Даже, может быть, не то, что другого порядка, смотри, Космос Веера, все-таки, это такой, как птенчик пока, да, который пока смотрит на Мегатитан, еще так, снизу вверх, да, и боится его. Психология там и мелко. Если бы Космос Веер не боялся бы, я думаю, что они выигрывали этот матч. Комунар, это наш дебютант, который, это маленький ребенок, который только вышел, он осваивается, он не поймет, что здесь. И где-то на фоне вот этого, да, не смогли, ну, забрать какие-то хотя бы очки, да, а Гатага вот здесь, они уже освоены, плюс, африканцев, с Асланом Гатагом, вообще плевать, они знают, кто против них, но при этом им абсолютно плевать, с кем, как бы, так скажем, с кем играть, да, они будут биться, что с Мега Титаном, что с Титаном, что с ЛЧО, что с Агидасом, они будут играть, примерно, в одинаковый футбол, в принципе, понимаешь, и Гатагов чуть-чуть добавил в концовке, а Мега Титан оказался к этому не готов, да, ну, как и с Титаном, кстати. это тактически грамотно построенная команда, с Асланом делают очень большую работу, да, и действительно, вот, акцент делается на то, что первыми нельзя пропускать, и, вот, обязательно выигрывать вот эти вот единоборства, борьбу, да, опять же, матч с ДН, да, вот, подчеркивает то, что Гатагов потерпел, перетерпел, ДН в статусе фаворита, подходил к этой встрече, так, даже по турнирной таблице было две победы, да, но Гатагов чуть-чуть потерпел, забил гол, а если Гатагов вот первый забивает, то сопернику очень сложно, а ты, вот, мы видим, да, и что касается в концовке добавили, да, ну, какая физуха у африканцев, да, это, по-моему, для всех очевидно, они просто работают как машины в течение всего матча, да, плюс одна из немногих команд, у которых, напомним, есть тренировочный процесс, и чуть ли не питание, да, где там есть, питается правильно, поэтому Гатагов, очень перспективный, так скажем, прогноз на сезон, да, может быть, да, может быть, пока там с Титаном тяжеловато, тягаться, но в целом, вот, ну, я вот скажу еще в защиту Мегатитана, что, во-первых, Гатагов это все-таки любимый соперник, да, уже получается, потому что, ну, уже традиция становится обыгрывать Мегатитан, ну, и, во-вторых, что Мегатитан, в принципе, всегда стартует тяжело, я вспоминаю, прошлые года, здесь тоже не все так гладко было, да, наверное, так, что Мегатитан тяжело стартует, а вот Гатагов стартовал очень даже хорошо, я думаю, что, ну, они и так уже в кубок ЛФЛ, да, забегая вперед, скажем, что попали, но я думаю, что в этом году они будут также ставить такую задачу. Максим, пару матчей отметим еще, это Портер Комунар, потому что Комунар одержал тогда же 1 сентября первую победу свою в чемпионате, в упорной борьбе был со счетом 2-3 обыгран Комунар, там на 58-й минуте Григорий Четверик сбивает победный мяч, и вот Комунар добывает это 3 очка, но на следующие выходные в эти, да, примерно наоборот получается, в один мяч уже Комунар проигрывает со счетом 5-4, ЦДН, сумасшедший матч, слышал о нем, Макс? Да, конечно, ЦДН там невероятный камбэк сделал, забил 3 мяча в концовке, да, там выстрел Сопронов, которого мы включили, конечно же, в сборную тура, да, из игры забил, и штрафной еще положил на последних секундах встречи, да, совершенно сумасшедший матч, мы, кстати, ну, не знаю, лично я предсказывал, что все-таки Комунар, скорее всего, выиграет у ЦДН, да, потому что у ЦДН тоже мы отмечали определенные проблемы. Комунар выиграет у ЦДН? Да. Ну, абсолютно нет, почему, почему вы так считали, я не знаю, у меня абсолютно другое было. Да, потому что я поэтому сказал, что я так, я так думал, да, но, конечно, перевернули, ЦДН просто невероятная игру, а до этого Комунар выиграл. Да, вот нет, ну, в целом, как ты сказал, Миша, извини, в статье своей, да, что непонятно, что происходит в этих играх. И ты знаешь, я тебе скажу, что, если касаемо по игре, то Комунар-то был интересен ЦДН, я согласен с тобой, да, смысленнее, понятнее футбол, но футбол, простите за тавтологию, такая штука, что можно на 58-й минуте не забить пенальти, при счете 4-4, а потом пропустить. Здесь, поэтому, все, кстати, Сопронович, Максим, который ты хвалил, очень не забивает пенальти. Сопронович, да, не забивает пенальти, но по-прежнему остается лидером команды Комунар, воспитанник ЦСКА, да, и, кстати, Сопронович у нас уже в сборную туры тоже попадал, по-моему, после матча с Мега Титаном, хороший все равно футболист, в центре поля у Комунара играет, и сейчас видим, что отличный форвард тоже появился, да, это Четверик, сын известного тренера-функционера, создателя команды КамАЗ, да, ну вот дублем отметился, принес победу первую Комунару. Да, ну, Четверик очень мне нравится, он играл, кстати, за КамАЗ, с набережной Челны на континентальной футбольной лиде. Макс, еще один матч, западный премьер-лидь, в который в эти выходные прошел, и был очень неожиданный результат, как думаешь, что за матч? Ну, это Феникс 9. Все верно, да, все верно, ну, честно, ну, никак не ожидал я, что будет, что ФКСП потеряет очки, да еще в таком матче, где будет забито 8 мячей. На ФКСП это не похоже, вообще. Да, и на Феникс 9 по старту в чемпионате такое ощущение, что перегорели, там я разговаривал с неким... И одни, и другие, да? Я с ребятами разговаривал, там Сергей Стеблецов с амбициями, с мега амбициями, ставит задачи чуть ли не в тройку попасть, там минимум четвертое место. Это нас еще, мы помнишь, обсуждали, да, это нас очень удивляло, вот так вот сходу такие задачи ставить. Ну, и потом мы увидели, что, CDN, который просто перестроена, новая команда, сырая еще, да, наверное, вот, обыгрывает 4-1, потом Phoenix 9 еле-еле отскакивает на ничью с Альбионом, и мы думаем, сейчас ФКСП просто разорвет, да, там, в клочья Phoenix 9, а тут мы что видим, что дважды ведут в плюс 2, да, и ФКСП едва на ничью уходит. Удивительный для меня результат, самый, наверное, удивительный. Согласен с тобой, и, насколько я знаю, что ФКСП еще не забил уйму моментов, и они по второму тайму, прокуратура должна была выигрывать гораздо крупнее, но вот смотри, давай посмотрим на турнирную таблицу, на трансконтейнер, у нас ее возглавляет, я специально не говорю о трансконтейнере сейчас, и дадим еще некоторое время, этой команде обязательно поговорим вместе с Титаном по дополнительным показателям, пока трансконтейнер впереди, CD на третьем месте, ну, это, на мой взгляд, временно пока, и вот ФКСП, две победы, две ничьи, вообще неожиданно, с Портером, ну, еще относительно можно понять, и вот сейчас потеря с Феникс 9, уже ФКСП, наверное, не такой безоговорочный фаворит, да, чемпионат, хотя была мощная трансферная компания. Ну, еще рано говорить о фаворитах, хотя фавориты мы изначально записывали, все те же команды, да, Титан, Мега Титан и ФКСП, ну, вот видим, что трансконтейнер вмешивается, да, ЦДН, наверное, еще рано, ну, прокуратура, как там, Портер, да, приехал вот этой вот своей питерской, смоленской бригадой новой, там, такой сумасшедший матч, Портер вообще выиграть должен был эту игру, если бы не тот сумасшедший гол Бирюкова, на последних минутах, ну, а, конечно, с Фениксом 9, настолько незапланированная потеря очков, ну, до сих пор я удивлен этим результатом, но, от того и краша будет наш чемпионат, однозначно, ждем мы интересных игр, ждем мы интересных, неожиданных результатов, они, конечно, подогревают интерес, ну, и подытоживая, да, наверное, надо сказать, что средний уровень, о чем я говорил, в прошлом году, он сильно подрозывает, за счет Феникса, за счет Комунара, ждем еще мы, что прибавит Адидас Ю-23, чемпионат стал однозначно интереснее. Да, и ждем ЛЧО, который, в эти выходные, первую игру сыграет, тоже будем надеяться, что в прошлом сезоне, помнишь, как они здорово стартовали, да, после сборов были в отличной форме, надеюсь, что в этом сезоне картина повторится, и мы получим еще одну классную команду, во всю вот эту вот, ну, неожиданную перипетию, особенно последний тур вообще какой-то, просто чумовой. В эти выходные стартует Лига Чемпионов Кубок ЛФЛ, группа уже известна, но тем, кто не знает, мы обязательно покажем. В Лиге Чемпионов у нас три команды, в группе Б ФКСП попал к Селтику, Восток, Трафт, ЦДК, ну, группа серьезнейшая, на самом деле, Селтик и ФКСП и ЦДК это команды, которые, по идее, должны выходить в плей-офф Лига Чемпионов, но кто-то из них не сумеет этого сделать. Да, ну, может быть, еще на группу смерти, вот как в том году была, да, у нас Титан, Авангард и Тройка, да, наверное, не дотягивает, конечно, вот эта группа, но все равно, конечно, вот и Селтик, и ЦДК очень серьезные соперники, Трафт, наверное, Южный Трафт, бронзовый призер, наверное, будет аутсайдером все-таки, да, и ФКСП, кстати, первую встречу с ними проводит. Ну, посмотрим как раз, да. Да, вот, ЦДК и Селтик, ЦДК действующий победитель, Селтик тоже команда очень серьезная, и трудно, трудно будет в КСП, особенно учитывая те проблемы, да, которые, которые обнажились в последнем туре в матче с Фениксом 9. Ну, вот, ФКСП играет в воскресенье, все матчи, сразу говорю, все будет в воскресенье, 15 сентября, ФКСП играет на выезде в 13.00. В группе С, у нас, Мега Титан попал к Интеру, к Селтик 2, и Фемиде. Ну, вот, кстати говоря, тоже группа очень непростая, мы, ты сказал про Селтик, что хорошая команда, и все прекрасно знают, но Селтик 2 тоже не подарок, и там не меньше и финансовые, и игровые вливания в эту команду, и она тоже может на самом деле преподнести сюрприз. И Селтик она постоянно хлопает в чемпионате. Да, да, ты понимаешь, то есть не факт, что еще Селтик, то сильнее Селтика 2, поэтому здесь тоже можно такой группой смерти на самом деле назвать, и Мега Титану придется очень сложно, а команда, вот как в обзоре написано, Максим, как московский Спартак, у нас Мега Титан перестраивается, не до начала сезона, а вот сейчас, да, и сколько времени уйдет на адаптацию игроков, вот здесь тоже вопрос, а очки нужно здесь и сейчас, особенно в Лиге чемпионов. Два чемпиона, да, в группе С, Интер, это чемпион севера, север вообще сейчас, даже мы, западные люди, признаем доминату севера, потому что это подтверждается во всех турнирах, ну и Фемида, чемпион северо-востока, тоже будет, тут даже аутсайдер это не проглядывается. Ну, посмотрим, как будет, да, у нас и начинает тоже, Мега Титан на выезде, встречается с Фемидой в 16.20, в группе Д, к Титану, достался действующий победитель, Лиги чемпионов, Гефест, Изумруд 86, и Линия Алькор, ну, про Гефест, наверное, что-то говорить вообще бессмысленно, Линия Алькор, ну, наверное, все-таки, у постоянной части Лиги чемпионов, но за что-то высоко не борется, и, наверное, это аутсайдер группы, хотя кому-то может попортить нервишки, но, скорее всего, где-то будет, вот, бороться максимум за кубок ЛФЛ. Что касается, Изумруд 86, вроде как, Титан, Дефест фаворита, однозначно, но, Изумруд 86, там играет Краха, Зайка, те же известные, да, которые КФЛ выиграли, да, поэтому, Изумруд 86, особенно, в первом матче против Титана, ну, на фоне таких эмоций, еще может преподнести сюрприз, но, опять же, недооценивать нельзя этого соперника, хотя, наверное, все-таки Мега Титан, прошу прощения, Титан и Дефест, конечно, фавориты этой группы. Согласен? Да, согласен, но, все-таки, мне бы очень хотелось, чтобы Изумруд 86 оправдал, то есть, те амбиции, которые есть у людей, играющих в этой команде, и, наверное, этот матч будет выбран нами, центральным матчем. Ну, скорее всего, да, скорее всего, я думаю, что в пятницу в анонсе, в четверг вечером все увидят. Максим, давай пробежимся по Кубку ЛФЛ, здесь у нас гораздо больше представительства, 8 групп Кубка ЛФЛ, из них в шести принимает участие наша команда. В группе А к Фениксу 9 попала Северная Беда, Юго-Западные Любители и Восточный Трансгарант. В принципе, группа очень непростая, и здесь явно Фениксом, ну, Феникс 9 не фаворит. Да, мне кажется, у Фениксу 9 самая сложная группа из наших шести участников Кубка ЛФЛ, что беда, представляющая Север, да, это бывшая команда Олега Егорушкина, который перешел в ЦДН, но там все равно много сильных ребят осталось, и беда, наверное, будет фаворитом этой группы, любители, тоже постоянный участник Кубка ЛФЛ, Трансгарант на Востоке, тоже в пятерку все время входит. Фениксу 9, конечно, сложно будет очень в этой группе. Плюс на два фронта, одно дело, когда ты играешь там еще в первую, еще можно передохнуть, но когда уже в западной премьер-лиге, это очень сложно. В воскресенье в 7 часов Феникс 9 принимает беду на Сетунь-парке. Дальше в группе Д к Трансконтейнеру попала Москва Северо-Восток, Россош Юг, сфера Северо-Запад, но здесь, наверное, назначат Трансконтейнер фаворит, да, наверное, обсуждать даже нечего. Да, я думаю, здесь заход на первое место в группе. Москва хоть и выиграла Кубок Бескова, но Трансконтейнер вообще на по зубам. Россош после ухода Минченкова не такая грозная сила. Ну, сфера вообще не удается обычно выйти из группы. Я думаю, Трансконтейнер здесь должен назначить первое место. Ну, посмотрим, что представляет себя сфера. Уже воскресенье Трансконтейнер едет в гости на Северо-Запад. В 16.40 будет эта встреча. Группа Е Успенская попала к дежавю Монолита. Это Северо-Запад. Дорт Строй Сити Восток, Империя Юг. Ну, Успенская играет на Сетоне с 10-15-50 против Империал. честно говоря, для меня вот команда загадки, поэтому я не знаю. Но я желаю Успенскому как в прошлом году выйти из группы. Просто, ну, команды, в принципе, мне кажется, любая может выйти. Да, здесь такая самая, наверное, интересная будет в этом плане группа, да, потому что совершенно непонятно, кто может из нее выскочить. Ну, тем интереснее будет. Это раз, и второе, у Успенского уже есть опыт игры в Еврокубках, и это тоже имеет большое значение. Группа F. Здесь дебютант Кубка ЛФЛ, Аслан Гатагов играет в квартете с Дизайн-связист Востока, Иствута Юг, МНФ Северо-Востока, и первый матч 15-30 против Дизайн-связиста. Очень неплохая команда с Востока. Играла в Лиге Москвы, по-моему, да, Макс? Доходила до финала, выигрывала, по-моему, его даже, кстати, Портер, по-моему, обыгрывал. на финале. Да, и здесь будет Гатагов очень несложно. Гатагов тоже играет на два фронта, тоже вот очень интересно будет понаблюдать, как вот себя Гатагов проявит вне зоны комфорта, так скажем. Тяжелая, тяжелая группа у Гатагова, действительно. Иствут с лучшей торсидой в Москве, да, приедет и сюда на Сетунь со своими зелеными флагами и зелеными фаерами, будут поддерживать свою команду. Иствут всегда участвует в Еврокубках, в том числе и в Лиге Чемпионов тоже уже побывал. Да, МНФ бронзовый призер северо-востока, тоже очень такая плотная, крепкая команда, непростая группа у Гатагова, очень непростая. Группа G. Здесь у нас АФК Портер вместе с южной командой Домодедова, Север, смена, прошу прощения, Север, Спарта 2015, Юго-Восток. Портер едет в гости к Домодедову, в Домодедово в 14.15 и надеюсь, что Портер все-таки найдет эту точку G, куда нажать, чтобы набрать эти важные очки. Да, соглашусь, Портер, наверное, выглядит здесь фаворитом группы G. И последняя группа, группа H, кстати, в прошлом году что-то подобное было, CDN как раз тоже был в последней группе и тоже вместе с любителями с Юго-Запада, с чемпионатом, прошу прощения, да, с чемпионатом, плюс Аэрофлот Север и Экспоторг Юго-Восток, но начнет CDN против Экспоторга в 18.30. Ну вот, ты знаешь, не знаю, что сказать про CDN. Просто не знаю, наверное, вот как карта ляжет. CDN, да, тут еще такая веселая штучка есть, что CDN будет чувствовать, что с чемпионатом будут в одной группе Кубка ЛФЛ играть, и где-то что-то около пяти человек к себе, включая в вратаре Ломоносова, попавшего в сборную тура, к себе просто-напросто переманили. Вот, может быть, за счет этого они чемпионат обыграют, ну и надо будет произойти Аэрофлот или Экспоторг. Ну, посмотрим очень футбольные выходные. Наконец-то Еврокубки наступили. Всем командам Запада мы желаем только побед. Ну и приходите на Сетуньпарк. После небольшой паузы мы уже поговорим о вторых дивизионах. Ну что ж, теперь мы поговорим о вторых дивизионах. Была у нас небольшая пауза, связана была с награждением, поэтому на прошлой неделе мы передачу не записывали, ну и, соответственно, настало время поговорить о вторых дивизионах А и Б. Соответственно, у нас сегодня гости в студии. Ну, для начала мы поговорим о А, о группе А и пригласили мы к нам в студию представителя команды Фиолона Илью Леденеву. Илья, приветствуем тебя. Всем добрый день. Друзья, спасибо за приглашение. Сейчас очень популярно на своих страницах команду представлять и тренерами, и президентами, и есть и врачи уже. открываешь, да, да, у вас только ты, один представитель. Как нам тебя все-таки представить? Президент, тренер, игрок-капитан или все вместе взято? Можно все объединить и спонсор, и тренер, и игрок, и капитан, и лидер, и вообще бог команда Фиолона, если с юмором, без юмора, я просто создал команду, которую хотел развивить, чтобы она выигрывала турниры, выигрывала игры и немножко, так скажем, чтобы она знала не только там в нашем профессиональном уровне люди, но еще и футбольная аудитория, которую, в принципе, мы, так скажем, назвались именно этим названием Фиолон Юнайтед, просто добавили футбольную, скажем, частичку. Что такое Фиолон? Расскажи, пожалуйста, Фиолон, это инвестиционная компания, которая занимается, инвестирование в различных сферах, в частности, на основе блокчейна, это если вкратце. Кому интересно, у нас на майках и в интернете есть надпись Фиолон.ко, можно почитать подробную информацию. А нашим телезрителям, вообще обычным человекам это будет интересно, они могут как-то этим дальнейшим для себя воспользоваться? это, так скажем, криптовалютная сфера, в ней можно заниматься любому человеку, имея там финансы и интерес. Я считаю, что так. сейчас криптовалюта очень развита. В том-то и дело, да. Я считаю, мы команды одна представитель, у кого есть такой спонсор. Илья, вот смотри, у вас также есть на вашей страничке на сайте LFL команде МакФлауэрс, получается, является главным спонсором футбольного клуба Фиолон. Так скажем, это отдельный участник спонсирования нашей команды Гасилин Дмитрий. Он принимает участие в спонсировании команды и в организационных вопросах тоже принимает участие. Большой вам привет передаю. Илья, скажи, пожалуйста, а Гасилин Дмитрий это не тот ли человек, который в первой лиге, вот проект Энерго, ты, кстати, тоже был там футбольный. Скажи, просто, Дмитрий сейчас участвует в команде Фиолон, вообще какая дальнейшая судьба? Да, конечно, участвует, то есть мы играли в команде Энерго, он был тем самым спонсором и, так скажем, вдохновителем нашим. И мы играли на протяжении нескольких лет в первом дивизионе и во втором было дело. Но в какой-то времени, в период времени у нас команда подустала и физически и не стали собираться и мы решили проект закрыть Энерго и как бы закончить играми в ЛФЛ. Но спустя пару лет мы с Дмитрием не смогли просто смотреть футбол по телевизору и смотреть, как наши товарищи играют в ЛФЛ и решили создать проект. Я занялся поисками спонсирования команды и стали собирать. Причем стали собирать ее, грубо говоря, за месяц до чемпионата. Нам получилось вклиниться в чемпионат в прошлом году только в середине. Я считаю, что мы очень достойно отыграли и по очкам в принципе мы закончили быть турнир в шестерке точно в прошлом сезоне. Но вы еще были как темная лошадка, да? Да, но мы собрались. никто не знал. Да, мы собрались, мы даже не играли вместе месяц. В месяц четыре раза собирались. Вместо томейки зашли, да? Да, 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 все верно. И там шороху приличного навели? Ну, старались. У вас, кстати, интересные цвета, они такие голубоватые, синие. Если вот первое впечатление никогда не подумаешь, что ваша команда связана и спонсор с криптовалютой, мне казалось, что это всегда что-то с цветочным бизнесом? почему? Там у нас очень логотип написан спонсорство и мы сами ее создавали на пару с Дмитрием в принципе все вот и до, макет и герб. В герб я вложил некого льва, это пользуюсь случаем у меня была жена беременная, я создал команду и понимал, что хочу, чтобы у меня там сын уже будет. Я свяжу с именем Лев, я его назвал Лев и льва на герб нанес, так скажем, думал символично, сделаю приятно ему потом годом подрастет. А сколько ему сейчас? Сейчас ему всего три месяца позавчера было. Поздравляем, поздравляем, это важное событие. Вспруга отпускает еще? Куда? На футбол? Конечно. Ну она уже давно, я знаю, что я в футболе, поэтому у нее иммунитет выработан. Как бы спокойно. Да. Перед этим сезоном, в принципе, он только стартовал, недавно был в межсезоне, как Филон готовился? Насколько известно, были некие у вас тоже какие-то там проблемы. Там у нас случилось, я так сейчас пиарил нашего спонсора, уже бывшего, ну просто хотел сказать о Фиолоне, о команде, так скажем. И разногласия пошли, и люди не выполнили свои обязательства перед лично мной, поэтому мы, был поднят вопрос о том, существовать ли нам дальше как команде Фиолон. Вот. И буквально за месяц до старта мы все-таки за полтора собрались на собрании и решили, что ребята проголосовали, некое голосование провели, что мы хотим и готовы. Даже если спонсорства не будет, мы будем сами скидываться финансами на игры. Вот. Не ожидал сам такой прыжок? Честно, 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 честно не ожидал, но в глубине души я понимал, что мы стартанули хорошо, начали сближаться как коллектив, как семья некая. У меня была задача собрать не только просто из футболистов, которые приезжают на игры и мы больше не видимся, а чтобы еще приезжали на игры и дружили и общались вне футбольного поля. Некая такая семья, которой можно было решать вопросы разного уровня. Вот. И сейчас стал вопрос, я думал, 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 и все-таки поговорив еще с Дмитрием, мы решили продолжить проект Фиолон. Пока под названием Фиолон раскрою немножко тайну свою. Мы в ближайшее время постараемся применять команду и уже будем играть не под Фиолоном. К сожалению, не раскрывшись, мы как Фиолон поменяем его название. Вот. Поэтому... А как поменять? У нас есть пару наработок, так скажем, идем переговор с двумя спонсорами, которые хотели бы нас взять по свое крыло. Вот. Поэтому пока не буду говорить, это будет такое название интересное. Ну смотри, вот у Фиолона знак придумал ты лев. Он останется? Безусловно, я макет эмблемы сохраню, просто поменяется немножко название. Нет, эмблема будет такая же в плане фигуры, а слова там будут немножко другие. Ну смотри, если сейчас ищешь активных спонсоров, то есть получается у вас такая будет платная команда, то есть где-то и премиально будет платиться. Этот вопрос тоже будет обсуждаться и у нас есть допустим пару позиций, которые мы хотели бы усилить и будем некие проводить просмотры. И я думаю без трансферов мы в межсезонье не останемся. если вот такой серьезный подход спонсоры, даже не исключай, чтобы может быть премиальные будут. Вот лично ты как видишь развитие своей команды в будущем, какую бы планку ты поставил для нее? Смотрите, я уже говорил об этом, я хотел создать проект игроков как семью. Для меня вначале дружба в коллективе. То есть если мы будем дружить и общаться, при этом добиваться результатов, и это еще будет получать приятное вознаграждение финансовое, это будет очень круто. то есть цель у меня такая. А турнирные задачи? То есть само собой, само собой. Конечно, когда я делал фиалон, создавал, я планировал вперед, только вперед, там, первым, да, первый дивизион как выход минимум, там, победа в чемпионате максимум, выход минимум, первая лига, и, конечно, добраться по возможности в ближайшее время до премьер-лиги, хотя я понимаю, что это будет очень сложно, когда другой стороны, когда будут финансовые возможности, поддержка, то почему бы и нет, можно, так же, как гранды первого дивизиона и тем более гранды высшего дивизиона ЛФЛ, тоже иметь возможность привлекать хороших футболистов. Тем более, что, Илья, вот мы с тобой перед передачей пару слов перекинулись, ты говорил, что есть даже воспитанники, то есть люди со спортивной школы, в том числе, вот может быть, о себе тоже пару слов расскажешь. я, я так скажем, образование получал футбольное не в Москве, я из города Пермь, был такой клуб, Амкар, пермский, который закончил свое существование, к сожалению, я воспитанник этого клуба, в Москве поиграл некую часть в футбольном клубе Москва, еще тот момент он считал, вот, и особо больше я в футболе себя не не реализовал. На позиции форварда. да, я был форвардом, нападающим. Как Константин Парамонов, да? Да, именно, как Сергей Волков в основном. Больше он такой был пафосный, молодой человек. Ну вот, судя по всему, как раз Фиолону в первых матчах этого сезона и не хватало форварда тебя, соответственно, да? В том сезоне я принимал активное участие в играх там и забивал, и раздавал голевые и был там в топе команды по этим показателям. Но, к сожалению, в силу немножко своей сейчас униформы плюс рождение сына немножко меня увело от футбола, я ушел на тренерский мостик. Да, у нас есть позиция, у нас есть два хороших атакующих игрока форварда, но, к сожалению, в силу своей работы и там семей они часто не могут приезжать и особенно вместе. Поэтому для нас позиция, это острая нападающая. Хотя по результатам можно сказать, что мы забиваем не так много и пропускаем. В последнее время, к сожалению, а так у нас был баланс такой в нули. Ну, знаешь, как вот говорят, надо, чтобы перейти на тренерский мостик, надо убить себе футболиста. У тебя вот что-то такое не тянет? Мне кажется, ты говоришь, я стал на тренерский мостик, мне кажется, тебе удовольствие доставляет. Да, все верно. Я получаю этого некое удовольствие, я начинаю рассмотреть на своих партнеров по команде, по другим немножко углом. Я не говорю, что я там сейчас такой прям читаю литературу или там я такой там топовый тренер для себя. Наоборот, я только учусь и на ошибках, конечно, люди учатся. Но футболиста в себе, конечно же, не убил. Мне всегда хочется выйти на поле, даже если можно увидеть, когда игры снимают, у меня все время там 2-3 метра я немножко выхожу в поле, эмоционирую, там особенно, когда острые моменты. Нет, я хочу играть и люблю футбол безумно, поэтому я думаю, я еще вернусь. Очень важно всегда мнение команды, вот в команде, что говорят, возвращайся или давай там нам нужно сбросить. Это тоже такой момент очень сложный. согласен. Просто вот в последнем туре мы сыграли с командой и мне, Кунцев 98, мне ребята сказали, что в принципе у тебя хорошо получается цепляться за мячи. Вот, скинь там несколько, 10 килограмм, допустим, к слову, и ты как бы будешь нормально играть, и форум нам не нужен будет в принципе. Поэтому, как бы, они комплименты сыпят, я думаю, наверное, не просто. Какого своего рода столба, да? Да, да, все верно. Потому что для нападающего фэлл нужно принять, либо отыграться сразу в касание, либо развернуться и пробить. Мне главное нравится, вот Илье говорят партнеры, стинг 10 килограмм, а вот ты пошел в магазин, выкинул и ушел. Да, 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 раз поста, а то, что да, там жена, там ребенок маленький, да, это же все тоже накладывают. Ну, согласен, да. Просто так не скинешь десятку. Согласен. Ну, было бы желание. Ну, да, желание никуда, но, тем не менее, сейчас посмотрим на турнирную таблицу. 13 место. В том году, мне кажется, с этого вы где-то стартовали, ну, в силу того, что вы позже зашли. Мы стартовали даже с 18. Ну, даже ниже, даже ниже, да. Поднимочком. все думали, ну, Фиолон сейчас, как, что, а вы раз, и начали, ну, классно играть, обыгрывать, и сейчас такое, ну, наверное, неудачное начало. Я считаю, конечно, неудачное начало, объясню, почему у нас все игры, за исключением последней, начинались, мы вели в счете два мяча. То есть, в первые таймы мы либо выигрывали, либо играли в ничью. И у меня непонятное вообще ощущение, почему у нас наша команда, наш коллектив немножко упускает вот эту концентрацию, этот вот импульс победы, вкус, расслабляются рановато, что ли, я не могу сказать, и у меня пока вопрос на ответ на этот вопрос нет, к сожалению. То есть, ты ищешь, да, на себя ответ? Конечно, потому что, ну, это странно, это странно. Я не говорю, что там мы на голову сильнее всех соперников, с кем мы играли, но, как минимум, мы не уступали им ни в чем, и тем более, ведя в счете в два мяча в первых таймах проигрывать, потом в 5-3 две игры, там, три игры так закончились. То есть, мы забываем 3, пропускаем 5, причем ведем в счете по 2-0. Вот только двумя командами мы сыграли там на 0, 2-0 выиграли, и вот последняя игра была 5-2, проиграли, там уже начали немножко расслабляться в конце игры. Ну, вот, что касается последних игр, вы в предыдущей игре на прошлых выходных проиграли Олимпу, лидеру дивизиона. Да, лидеру дивизиона, вот расскажи, пожалуйста, как тебе, ты так улыбаешься, нет, такой мнимый, пока так режешься. Я считаю, что нет, большой респект ребятам, не каждый может похвастаться лидерством в группе, тем более, из 25 команд это результат, как никакой, но просто скажу про свою игру, мы играли с ними, и я считаю, мы проиграли только по счету, и там, к сожалению, каким-то случайным моментом. Я не буду говорить, что там у нас приехал там образно второй, третий, пятый вратарь, что у нас не было там двух, трех основных игроков. Эта роль не играет, у нас был состав, были замены, я как тренер немножко упустил нить во втором тайме, и игра пошла не в том счете. Помнишь? Да, 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 при счете 3-2 в нашу пользу. То есть я решил поменять немножко, а, нет, ошибаюсь, я при счете 1-1-0 в нашу пользу, решил немножко поменять, дать отдохнуть там пару ребятам, которые в основном в центре играли. И защита, и ползащита. И, к сожалению, где допустил ошибку, мы проиграли 4-3, очень обидно, там голы были, так скажем. Ну, там правильно написал капитан команды, соперник Алимпа, не забыл, как зовут, к сожалению, что по ударам 44 в пользу Фиолона, но по голам, к сожалению, 3-4 в пользу Алимпа. 44, но это образно. То есть мы много били, много атаковали, но мы не забивали. Согласен, у нас просто еще есть проблема в нашей команде, которая явно для меня, как для тренера, как игрока, у нас очень слабая реализация. Создаем много, реализуем мало. Я считаю, в данном виде спорта футбол, тем более в таком формате, как ЛФЛ, это очень важный минус. Но еще и не пропускать тоже. Ну, лучше забить больше, чем пропустить, конечно. Да, тут как говорили известны фразы, мы забивайте, сколько вы можете, а мы сколько захотим. что расскажешь нам про Олимп, вот впечатления твои? Все-таки боевая команда, в плане, боевая в плане заряда и в плане физических данных. Там очень крепкие ребята, такие прям массивные. И немножко, менее, менее техничное, скажу откровенно, но не в обиду сказано, как бы, обижаться нет смысла. Я просто анализирую своей командой. Поэтому, то, что они идут на первом месте, это, не то чтобы закономерно, это удача и удачные игры с соперником. Я считаю, только так. Может, у них слабый, я не смотрел, за ними не следил, с кем они играли до нас, какие были команды. Поэтому, многое, больше ничего не искать. так, такой прогноз, да, вот, насколько хватит Олимп, как ты думаешь? В какой-то момент выдохнется, запал. Все-таки у них в составе лучше нападающий играет, лучше бомбардир, Дмитрий Маулин. То есть, хотя они так много забивают. Ну, смотрите, я считаю, что, если запал у них и заряд, как вот, они, допустим, наши голы в наши ворота празднули, как будто у нас финальная игра. Это очень большой респект ребятам. Каждый гол для них были такие эмоции крутые. Я считаю, они еще больше проиграли им за счет того, что они так эмоционально шли к победе. И я думаю, если у ребят будет концентрация сохраняться такая же по играм и соперникам будет вести плюс фортуны, я думаю, они в пятерке-то и будут и закончат чемпионат именно в пятерке. Не буду говорить там пятый или первый, но в пятерке. Там, конечно, надо отметить тот эмоциональный фон, который создают ребята. Они у нас даже, по-моему, в студии были, Алексей Малахов, по крайней мере, мы много раз звали. Алексей Малахов, Вячеслав Копылов, Эдик Керимля. Вот эти вот ребята, они создают такой фон в коллективе, что вот, но это за многое, да, это очень многое дает в плане заряда эмоций на команду очень влияет. Я пока учусь, пока у меня этого получается, одному сделать, но будем стараться расти. А есть у тебя помощники еще в команде? Ну, Дмитрий, Дмитрий, да, конечно, помогает, участвует во всех этих моментах. Ну, и плюс у меня есть, как бы, вместо, когда я не играю на поле, есть два, один-два капитана, то есть, кого я прошу, немножко со стороны из команды тоже давать импульс. Ну, пока как-то так. В эти выходные вы играли уже с Кунцева 98. Да, у нас было две игры подряд в эти выходные, в субботу и в воскресенье. И в воскресенье, да. Кунцева 98, было воскресенье, вы одержали достаточно крупную победу со счетом 5-2. И, как я понимаю, что Кунцева 98 это выпускники школы Кунцева 98 года. Все, верно, браво. Здесь железобетонная логика и моя точность. Илья, ну, расскажи нам про эту команду. Вроде бы, она, в принципе, неплохая, да? Ну, так скажем, не плюшевая. Я скажу так, что вот мы сыграли 6 игр. Я, на мой взгляд, это самая сильная команда, с кем мы играли в начале этого чемпионата. Объясню, почему. Молодые ребята раз, очень быстрые, два, очень заряжены на удар, три, но при этом у них большой минус, они немножко, так скажем, неопытные в игре в этом формате футбола. И заигрываются, я с тобой согласен. немножко там, когда можно проще сыграть, они начинают немножко стянуть на себя одеяло, когда уже это не нужно. Но и они идут очень до конца, я прям не ожидал, когда там стык-встык, нога в ногу, то есть, не то чтобы грубо, тут даже не грубо, тут просто до конца, на каждом сантиметре поля, они старались выжигать нас, старичков, особенно там, которые были. Но я считаю, я просто перед этим матчем, когда я, что у него очень молодые и разминаются так упорно, я решил схему поменять свое, с 3-3-1 и вышел 2-ой 3-1-1-1-1, то есть, у меня был крайний атакующий игрок, всегда смещался справа, либо слева, по центру, как нападающий. И двойный центр был мне, то есть, опорник и атакующий. Укрепил центральную власть? Да, я решил, что нужно будет центр держать в этом футболе центр, я считаю, очень важной частью для команды. и как бы результатом я немножко удивлен в плане того, что мы смогли очень много забить и очень спасибо большое моей команде, что они показали, у нас был такой разговор перед матчем, показали, доказали мне, что мы еще можем и дух у нас есть и надо, скажем так, яички собрать в кулак и бороться за каждый участок поля. В какой вы футбол тоже играете? Больше такой агрессивный, быстрый или все-таки это такой романтичный, технический футбол предпочитаешь? Ну, скажу так, у нас такая... На какую команду способны еще тоже такой момент? Ну, вот у нас, так скажем, сплоченность, если молодежь есть, да, там, в выпускнике торпедовской школы и есть там старые матерые ребята, которые там уже за 30 лет, то есть и пожестче, и попроще, и есть техничные игроки. И вот я сейчас, моя задача найти баланс между техничными игроками и, так скажем, жесткими ребятами, дабы, чтобы это приносило результат. Потому что, когда мы играем очень нежно, лояльно, романтично, у нас не хватает в конце завершения. А когда мы очень жестко играем, то у нас немножко эмоций захлынувает у нас. Поэтому еще баланс получается у нас первая игра поражения, вторая победа, третье поражение, четвертая победа, пятая поражение, четвертая поражение, четвертая поражение, четвертая поражение. Роман Карманов когда-то сказал, написал про нас в статье, что мы как эти викинги, то есть бежим, потом не нравится, убегаем, то есть у нас никакого-то это сравнение, оно актуально. Да, это во-первых нас бодрило, зацепило, так, а вот это наших игроков, то вот про нас так говорят, мы как эти, я буду наоборот с позитивной стороны нужно воспринимать, потому что меня это завело, меня это я что, викинг, я человек, я образованный, вроде футбол играю, я должен показывать другую, чтобы они по-другому написали, то есть вот скажем так, стимулировал, стимулировал, не он все правильно писал, простимулировал, все верно. Вот у нас Роман Карманов какой, интересный, вот, Кунцева 98, Олимп, две игры, как думаешь, кто сильнее, может быть, кто поинтереснее, кто больше понравился, все-таки, Кунцева, мне кажется, 98 больше футбол, наверное, пытается играть, Кунцева старается играть в футбол, в пас, низом, с открываниями, с ударами, у Олимпа, я заметил больше игру, это на одного очень мышечного, взрослого, большого нападающего, который примет мяч и отодвинет всех кого угодно, вот они, я заметил так, с сборовки, что они играли все время на него, у них не было там какой-то искры там или креатива впереди, вот так скажем, я считаю, если они вместе будут играть, тут вопрос опыта, если так сказать, у Олимпа будет хватать бы опыта, то они обыграют, Кунцева, если Кунцева немножко спустя каждую игру будут анализировать, как они играют с командами более опытными, думаю, у них тоже шансы все есть на победу, я бы поставил здесь 50 на 50, честно говоря. Ну, кстати, Кунцева, да, тренер Дмитрий Калинин, получается, да, Матвитрий Калинин, да, бывший профессиональный футболист, который выступал за московские торпеды, Динамо, Вологодская, да, и у нас на Западе выступал за Каид, за Спарту, выступал, опытный вечный человек, я так понимаю, что он тренер вообще, это из дюж, да, он на бровке там очень активно подсказывал, и причем не лезу словом в карман, так скажу. Да, я думаю, что наладит Дмитрий там. Калинин, он очень опытный. Тем более, что ты еще от Сасим Шоу, да, вместе с ним видел. тоже стоял на бровке, я думаю, что может, ну, как раз Петр Иванович, Семшов, может таким, знаете, словцом крепким, ребят, взбодрить, это я вам знаю очень хорошо, могу сказать точно. Ну, вы вот, Миш, тоже же, да, играли с кунстой 98, победа 2-0, вот, что тоже скажешь по этой команде. Кстати, это тоже неинтересно было бы. Я, ну, да, я, правда, пришел к середине первого тайма, потому что, ну, не успевал. Передачи задержал. На начало, да, на передаче. Вот, ну, пытаются играть в футбол, молодые, бегущие, могли забивать нам, на самом деле, несколько моментов, но, как подходят, не хватает хладнокровия. Куда-то раз, бац, бьют куда-то, летят, да, где-то вот чуть-чуть успокоят. Да, подержать, дядьку сторожил бы какой-нибудь в поле, и им был бы, конечно, потенциал был бы хороший. гляди, Шоколинин. Да, так я говорю, они били, били. У нас такая же ситуация была, много у них было моментов, когда они могли забивать, то вратарь у нас там хорошо действовал, то просто им не хватало точности, и хладнокровия, правда, как сказал Михаил. Да, все вроде неплохо, все есть, голова, но голова шальная, молодая. да, все верно, вот, и поэтому потенциал есть у Кунцева, да, хотя нет еще набранных очков, но я думаю, что это дело времени. Я тоже так считаю, я так и написал в чате капитанов, по поводу нашего матча, что это дело времени, ребята докажут по очкам, что они очень способны давать бой каждой команде. Так, ну, давайте еще поговорим о некоторых матчах. Так, по Фиолону еще, Илья, как ты думаешь, какое место будет для тебя удовлетворительным по итогам? Ну, цель-то я ставлю одни, да, но держу в голове, там, допустим, быть в топ-5, или там сейчас, допустим, у нас, так скажем, будет 6 команд на выход, на борьбу, попадание в первый дивизион, но я правда говорю перед чемпионатом, мне немножко формат нашей лиги сбаламутил все планы, там просто резко поменялось количество команд, и новых команд зашло много, то есть я некий команды предполагал, знал, как мы играли, с кем мы будем играть, а тут их добавилось многое. Ну вот, в топ-6 попасть и бороться за выход из первой лиги, естественно. Как все поменялось, да, в прошлом году вас никто не знал, теперь уже вы никого не знаете. Тем же интереснее. Ну, конечно. У нас очень большой получается второй дивизион, аж целых 26 команд, и пока прошло там 5-6 туров, да, все-таки нам больше всего верхняя часть, ну, до середины, да, потому что низы мы еще успеем пообсуждать, хотя вот Кунцев 98, мы о них поговорили. у них две игры всего, поэтому все впереди. Да, в этом туре произошло еще одно интересное событие, потеряла очки Литуаль, которая шла без потери и проиграла она. Еще с начала второго круга, да, без потери. Команда проиграла команде Лесной, вот так вот, мы тут шутили до передачи, да, что дровосеки выходили играть, но как... И Лешие, да, не обижаются на нас. Да, но по факту мы наоборот восхищаемся этой командой, потому что они обыграли лидера второго дивизиона со счетом 1-4-1. И надо сказать, что Лесной это 19-е, а Литуаль было, ну, первым до этого тура. Когда вы увидели этот результат, Илья, наверное, был удивлен. Я, конечно, был удивлен, да, в чате такой начался капитанов кипиш, 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 кипиш. Я уже потом начал немножко в таблицу посмотреть и понял, что команда Лесной для меня тоже вообще неизвестная, она новая. Я даже не видел игроков команды. Литуаль с командой с большим опытом выступления в высшей лиге в первом дивизионе. Вот, и я, конечно, был поражен, что они так, причем уступили не ничья, какая-нибудь, не борьба там в один мяч качели, а 4-1. Ну, наверное, есть какие-то там команда не собралась, там лидер заболел, что-то еще, разные факторы. Я просто меняюсь, если команда собралась по полному боевым составу, чтобы она так проиграла, имея первую строчку. Да, я так понимаю, что как раз не все доехали, кого хотели видеть. В инстаграме своем Сергей Жмычков написал, что сбор был просто ужасным, и более того, что после такого результата будут приняты меры. Поэтому сейчас, ну, вот, как я и предполагал, возможно, какие-то суровые будут наказания игроков Литуаль, которые не попали на матч. Еще одна команда, которая идет в тройке во втором дивизионе А, это команда Цемент. Вот, помнишь ее? Да, помню, мы ее обыграли, насколько, если мне память, не изменяет в прошлом сезоне. Да, у нас как раз, пока мы о нем говорим об этом матче, они играли Цемент с киглями, побед 5-4, у нас есть видео, как раз мы его, зрители могут наблюдать, забитые мячи, 5-4, но на зубах по сути, то дайки выиграли-то. и чем запомнился Цемент? Вот, так скажем, команда тоже боевая, активная, играет в свой футбол, нет соперника, естественно, как и многие команды, я считаю, во втором дивизионе, да вообще в ОФМ. но вот с киглями мы играли, в игре их победили 2-0, и причем команда вот была, кигля, кигля, очень такая интересная, мне она понравилась, конечно, больше по эмоциям, которые были у нас в игре. Цемент мы в том году не играли, может у них предыдущие изменения, они усилились, или там у них там расслабили, наоборот, кигля дубль, наоборот, идет сейчас внизу, да, а Цемент он занимает в лидирующей позиции, поэтому Цемент очень интересная команда, да и удивительное, что кигля дубль, так низкая, находится в таблице, хотя команда очень тоже симпатизирует, мы им симпатизируем. Тут надо отметить, что кигля дубль на протяжении 3-х лет, дважды выигрывали 3-й дивизион, не могли подняться, потому что по регламенту не позволялось, один раз бронзовый был призер. Для меня, честно говоря, удивительно, что те футболисты, которые в высшей лиге еще не так давно играли, 5 игр, 5 поражений на старте сезона во второй лиге, но это абсурд какой-то. Ну вот, хочу сказать, добавить к игре наших киглями, что мы играли в этой игре от обороны, я это признаю, мы только на контратаках убегали. Опасались, потому что, да? Ну, мы предполагали, что приедут, игру стали специально на вечер, я так понял, что люди собрались, что будет, хватит уже быть внизу, надо набирать, тем более у них команда в высшей лиге играет, в первой лиге, точнее, и почему они дубль так низко, поэтому они подвезли, думали, хороший состав, но в принципе, он был хорошим, поэтому я решил договорить обороны от соперника в первые 10-15 минут, а потом уже само собой по накатанной. Тактическая победа, получается? Спорить не буду, соглашусь. Вот оно, тренерское зерно, да? Или Леденева, в каком матче, это сказалось? Четвертое место у нас занимает Классика, они спустились с первой дивизионной, и пока это команда, которая забила больше всех мячей, 53, и пропустила очень мало, всего 9, вот, сумасшедшая разница, разница, плюс 44, ну, прошли бы мы, на самом деле, мимо Классика, потому что, ну, пока все понятно по ней, но если бы не результат с Молотом, 0,27. Такого, по-моему, результат, самый крупный счет, мы фиксировали, это было Спортинг Спарта, большое количество лет назад, 24,0. и я помню, там, футболисты спарты уже бежали, просто, чтобы забивать, хотели рекорд, установи, да, и там, сбивалось каждые, там, полторы минуты, то есть, это надо забивать, ну, практически, поставил, побежал, забил, побежал, забил, то есть, как это было успеть, это вообще невероятно, самое страшное, для команды Молотом, я могу сказать, что неделю назад я подписался ВКонтакте на страничку Классика, и гадай какое видео там у них висит, матч с Молотом был записан, оба тайма, да, я даже сегодня вот не поленился, посмотрел, ну, там действительно каждую минуту просто забивали, колотили и колотили, без устали. Так вот, страшно тебе становится, надо будет очень сильно готовиться к встрече с... Классикой или к Молоту? И к Молоту и классикой готовиться придется, Молота будет обижен, очень сильно разочарован, а Молот наоборот. Ну, классикой я вот хочу в свою очередь сказать, что вообще очень команда хорошая, сыгранная, играющая именно в футбол и в первом дивизионе, несмотря на то, что они его покинули, да, очень хорошую группу оказывали. Мне вспоминается матч, по-моему, то ли предпоследнего тура, то ли даже последнего. Классика против Атлантиса в первом, после первого тайма вообще 5-2, по-моему, выиграл Классика. Атлантис в конце, несмотря на возраст, добавил и смог переиграть, но Классика настолько классно смотрелся, то есть команда очень серьезная. Название себя оправдывает. и на мой взгляд будет претендовать на выход, на возвращение. Я еще в прошлом году отмечал про Классика, команда практически всем проигрывала, но бывают такие, когда, команды, которые проигрывают без шансов, ты говоришь, вариантов нету, то есть все по делу. Я вот смотрел матчи первой дивизионной Классика, я не могу сказать, что они уступали, но вот реально они там где-то не могут забить, какие-то вот нюансы, в один-два мяча проигрывать, но в целом, если сравнивать картину, мне Классика понравилась, то есть они давали бой, играющая команда, и, к сожалению, просто течение обстоятельств. Ну, так и этот футбол этим привлекает. это футбол. Пятое место Медик занимает тоже, в принципе, четыре победы, одно поражение, но Медик по своему графику идет, как обычно, никуда не торопится. Ну, вот как раз у нас первая игра была нашей команда новоиспечена Фиалу Юнайтед в прошлом сезоне, была и как раз с Медиком, то есть они тогда занимали то ли первое, то ли второе место, тоже были лидерами, и нам было интересно, сколько мы войдем в чемпионат, и мы сыграли с ними 2-2 в ничью, то есть, я понял, что у нас есть потенциал у команды дальше продолжать позитивный настрой. сразу все насторожили, что за филалун такой зашел, что зашел, что с лидером в ничью сыграли. Мы потом и со вторым лидером сыграли тоже. 1-1 по-моему, да, в ничью 1-1, две игры подряд. Не только там лидировал у нас. Ну, кстати, вот в флагман, по-моему. Да, да, да. Кстати говоря, по Медику можно вот мерить, да, командовать. Сыграл я, например, выиграл, в ничью сыграл, значит, хорошее. Ну, они очень такие, крепкая команда, хорошая. Знают свои места, друг друга давно другом играет. То есть там не надо кричать и говорить, они знают, каждый отвечает за свою там позицию. У них неудобный соперник. Очень неудобный соперник. И к ним, да, к ним готовиться надо. Так, ну, друзья, у нас еще один возмутитель на второй дивизионы это команда Макарена, да, которая за два матча забила 20 мячей. При этом пропустила 5. Тоже, да, какой рывочек неплохой. матч с Тиросом. Максим, как раз ты работал на нем, да, есть видео. Можно посмотреть забитые мячи. Ну, и Балтику дубль. В принципе, соперники не самые сильные, но факт остается фактом. 20 забитых мячей. Что по Макарене скажете? А я скажу, что они сейчас тренируются на первом поле против команды Турбина. Да, подтверждают информацию. Который очень успешно, на мой взгляд, в том сезоне играл в первой лиге. И я думаю, что такой спарринг партнера на руку у Макарене, плюс Тарас Тарасов с Ромой Кармановым, опять же, да, сегодня постоянно вспоминаем, создали дубль в этом году и, так сказать, это позволяет им иметь глубину состава. Да, это факт. И мы, когда с ними играли, кстати, проиграли им, тоже 5-3, вели в счете, как я говорил до этого, и они попросили подвинуть время пойти на встречу, чтобы они дубль играл, а потом основу, чтобы они как-то были вместе. Мы команда Филандова добрая, очень команда, всегда идем навстречу всем по переносам на игр. Только хотелось бы, чтобы была взаимность в этом. Ну, есть взаимность? Ну, пока нету просьб, так скажем. Я просто не был просьб, да? Я просто заранее, да, не было пока просьб, но заранее, чтобы люди были в курсе. Ну, и у нас 7-8 встречалось в этом туре Виктория Внукова Юнайтед, мы этот матч также записывали. Здесь, кстати, счет 5-4 получился. Цемент с кеглями 5-4, Виктория Внукова 5-4, то есть торгиженка какой-то у нас открытый получается футбол. и мы с Олимпом в субботу 3-4. И 3-4, да, то есть получается какой-то футбол вообще и классика 27-0. 27-0. Ну, вот Виктория, тоже играл недавно в 1-м дивизионе, обладает составом неплохим, но вот вопрос сбора, да, вот сейчас, я так понимаю, что наладился, да, у Виктории сбор? Уж по крайней мере в меньшинстве они играют, как в прошлом году. в прошлом году мы слышали, такое было, приезжали они. Ну, я считаю, в ЛФ главное собираться, там, проблем нет, стабильность в сборе должна быть всегда. А по поводу Внукова, мы с ними играли в прошлом сезоне, и они там совсем внизу были, сколько я помню. третий с конца, по-моему, были, да. Да, и, честно говоря, как они сейчас идут выше нас, может, под соперниками им везло, или усилились, конечно же. Интересно будет с ними сыграть. Тут воля календаря, конечно, многое значит. И мы, кстати, вот когда говорили о Литуале, наверное, тоже стоит сказать, да, что Сергей Жмычков, да, после такого сумасшедшего второго круга прошлого сезона, да, и такого же старта в этом году, четырех побед подряд, сказал, что он пострижется на лысо, да, если Литуаль до зимы уступит кому-либо лидерство. Да, да, да. И вот, я думаю, получится у нас передачу показать, да, фотографию Сергея Жмычкова до игры с лесным, и, соответственно, после матча с лесным, где проиграли 1-4, и Литуале опустилась на одну строчку, Сергей выполнил свое обещание. Может, просто жарко ему в бабье лето, и так ему способны. Нет, ну, ему большой респект за это. Там начали в чатах у людей у нас писать, что вроде бы на одну игру-то меньше, если бы это же неравное количество игр у команд, поэтому не факт, что ты проиграл. Он сказал, нет, факт налицо, скриншот сделан, таблицы, поэтому, не, молодец, мужик. Главное, чтобы разнос теперь не устроил. В инстаграме, он сказал, что меры приняты. Ну, посмотрим на следующей игре, я думаю, через некоторое время мы, когда мы опять второй дивизион обсуждали, посмотрим, сделали ли тваль какие-либо выводы. У нас во втором дивизионе была одна замена, да, вот общего, общего такого рейтинга хорошего добавлял нам Westside, который передвинулся в первый дивизион, а сюда с горем пополам пришел, флагман, который вроде бы выскочил в первый дивизион, хотел играть, но там свои определенные моменты, и флагман выскочил сюда, то есть такая замена у нас произошла, был вопрос вообще о том, чтобы команда покинула свое существование и, соответственно, лигу, да, но команде больше 10 лет, и, конечно, люди, которые... Команд не хочется. Да, не хочется, вот, но вроде как сохранили, и вот на последней игре даже Алексей Сафронов, человек достаточно известный в лиге, да, он психанул, и ушел с поля, и наоборот стал Дмитрий Башкин, у нас даже есть некоторые кадры вот его эпического возвращения на поле. И умопромрачительных сейвов, голоса Сетвинского парка. Да, да, но, к сожалению, победить это не позволило, тем не менее, гандикап в эссайда, он, в принципе, неплохой, то есть позволяет держаться в середине. Вы, мы с вами передачей обсуждали, как команда флагман вышла, как в эссайд остался в прошлом году, потому что у нас была последняя игра с эссайдом, и там решался вопрос, кстати, да, решался вопрос, выйдут ли они, либо выйдут соперники, флагман, вот, и перед началом игры к нам за тур до этого подходили ребята, флагман говорит, давайте выбрать эссайд, мы там, ящик, его поставим, но мы на такие вещи внимания особо не обращаем, просто по-человечески, заряженный на матч, независимо от просьб от личных команд, и мы там уперлись, как скажем, они позволили фэйсайд нас обыграть, и они трагически не вышли, а сейчас смотрю в чемпионат, смотрю в группы, команды поменялись местами, так скажешь, команда должна была быть там, она там будет, ну да, и вся лига смотрела этот ролик, да, и перекидывался по всем чатам, когда Афоне был миллион раз Романом Зверевым, сказано, не давать назад вратарю, Илья, и как раз в том эпизоде, я помню, что именно ты напрягал этого Афоня, который покатил. Было дело, было дело, да, я решил в конце чемпионата принять очень активное участие в играх, и стал больше времени пройти на поле. Ну и видишь, это, можно сказать, повлиял на судьбу команд. Интересно участвовать в таких матчах. Паша Седов, Паша Седов из Турбины, который мы признали лучшим контентом вообще, всего сезона, он сказал, что это вообще, этот эпизод, это эпизод всего сезона 2018-2019, когда у Роман Зверев кричал в Афоне сколько раз я тебе говорил, назад не давать, вратарь вот этот вот между ног пропускает, выставить не попадает в первую лигу, флагман, который предлагает ящик пива, туда в итоге попадает каким-то там чудом, да, зато счет того, что у трех команд равные показатели, общий учет, то есть вообще, ну такая катавасия произошла, но в итоге флагман все-таки с выставим сделан. Ну, к сожалению, так. Веселуха. Давайте посмотрим на таблицу бомбардиров, здесь пятерка, Андрей Лосев на первом месте, Макаре на 16 забитых мячей, где вместе с Богданом Петышем Радзори по 16 у них, Евгений Кривойкин и Ромен Верстунков по 12, и на пятом месте Василий Цыпанин, Литуале, Василий вообще защитник сам-то по себе, а идет в лучших бомбардировках. Вот так вот. Подключается частенько. Да, вот так вот. Стандарты заработают. Вот так вот интересно у нас получается. Ну что ж, Илья, спасибо, что сегодня пришел к нам в студию. Тебе и твоей команде успехов разобраться со спонсорами и достичь футбольных высот. Илья Леденев, Фиолон, спасибо. Спасибо вам большое. Зовите почаще. Всем спасибо. До свидания. После второго дивизиона А мы поговорим о втором дивизионе Б, но здесь уже больше предоставим слово нашему многолетнему эксперту, человеку, который команда играет, собственно, там, Максим Киселев. Максим, ну, сегодня мы с тобой вместе уже всю передачу, да, о втором 2Б дивизионе Атлетика у тебя играет. О ней мы поговорим, но давай, наверное, как мы говорили о 2А верхушке, наверное, 2Б тоже все-таки. Поговорим пока о тех командах, которые идут вверху, пока со стопроцентным результатом, в отличие от дивизиона А, где нету, кто-то да потерял, все, точнее, все потеряли уже очки, в этом дивизионе у нас тоже 26 команд, и пока только 2 команды имеют стопроцентный результат. это новая команда Пахта, да, которая пока кот в мешке у нас, и новая Москва, который спустился с первого дивизиона. Вообще, новая Москва, если так вспоминать, да, спустился с первого дивизиона, еще раз напомню, и играл-то хорошо, да, бой давал и прилично, честно говоря, вот я длительное время не смотрел в первый дивизион в прошлом году, в концовке, но когда увидел, что Москва вылетает, у меня было большое удивление. Ты, Миш, наверное, ждал, когда Барс поднимется просто из 2б в первую лигу, чтобы уже подробно рассматривать. Да, Новая Москва очень серьезную силусть представляла команда Ивана Репова, и, ну, наверное, самым вспоминающимся результатом, который просто в голову сразу приходит, это победа над Атлантисом. В одном из первых туров, по-моему, 2-1, Новая Москва Атлантис обыграла со всеми звездами, и команда вообще достаточно много очков набрала, там буквально несколько только не хватило. Ну, зато ключевых, Макс, да? Да, ключевых, но я уже писал, так сказать, на форуме, там ВКонтакте, в группе, что я считаю, что Новая Москва это фаворит дивизиона 2б, Ваня Репов, как бы, говорит, что рано еще, конечно, рассуждать, потому что 26 команд, но еще по-прежнему планируется второй круг, как он будет проходить, Ему говорят, еще рано, рано об этом рассуждать, но, на мой взгляд, Новая Москва будет явным претендентом на выход, тем более, что вот они обыграли Аланию, да, тоже команду Креппу из первой лиги. Аланию всегда хорошо стартует, как раз вот сейчас Аланию сложнее всего, обыграть пока на эмоциях, на этом. Аланию вообще, да, действительно, она в прошлом году в первой лиге после 10 туров лидировала, вообще, одержав там, по-моему, 8 побед. Да, 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 мы смотрели тогда, помню, восхищались. Да, и Ливан уже тогда шутил, что он сделал вырезки и готовится к премьер-лиге. Да, ну вот Новая Москва обыграла Аланию 6-4, и вот в этом плане очень интересен следующий тур, как раз матч двух лидеров Новая Москва-Пахта. Да, 15 сентября это будет, очень интересно. У нас на поездке стоит Лига чемпионов в прямом эфире, да, но если бы не было Лиги чемпионов, то я думаю, что мы вполне могли бы показать матч второго дивизиона в прямом эфире. Возможно, что если будет расписание у нас идти, то мы покажем его в записи. Пока, кстати, мы, Максим, с тобой говорили, ну, в Москве зрители могли бы посмотреть забитые мячи в матче против Суворова, который мы тоже снимали. А Пахта, кстати говоря, 1 сентября встречалась, кстати, с очень таким непростым соперником, как Скиф. В наш обзор тоже этот матч попал, и здесь уверенная победа со счетом 5-2. Хотя я знаю, что Скиф очень такой неприятный, настырный и серьезный соперник. Да, Скиф очень опытная команда. Валерий Драгун там собирает все время состав, и они дают бой почти в каждом матче. Действительно, вот то, что обыграли 5-2, это многого стоит. Ну вот наводил я справки касательно пахты. Команда во многом это игроки, которые выступали в первом дивизионе Юго-Запада. Была такая команда наслаждения, конечно, первая лига Юго-Запада. Макс, извини, не забудь свою мысль, вот такие названия пахта, наслаждение, да, почему-то у них так берется. пахта, я так понимаю, что это как пахтакор, весь узбекский след. Согласись, оно нестандартное, пахта, наслаждение, то есть такие вот необычные. но мы говорили, что у нас есть Алания, ассетинская команда, почему бы не быть пахтей, которая из Узбекистана, наверное, это будем еще уточнять, конечно, но я думаю, что это связано как пахтакор, по аналогии. И то, что ребята действительно играли в Юго-Западной первой лиге, а там крепко очень тоже такой турнир. Я думаю, это сказывается, да, и то, что пахта одерживает победы. В общем, матч будет очень интересный, нам надо будет обязательно записать пахта против Нового Москвы, игра двух лидеров. Макс, мы как-то вот об Алане в двух матчах уже упоминали, да, они, кстати, с Рубиконом встречались в начале сентября и одержали 5-2 победы. Давай тоже покажем, как играет сейчас Алане, потому что пока вроде бы мы еще Аланию пока воспринимаем как команду, которая что-то может бороться, но по факту команда сейчас имеет после четырех игр две победы, два поражения. Ну, у Алании поражение от Нового Москвы, о котором мы говорили, и Атлетики проиграли. Ну, вот пока Ливан, да, видимо, сбучку не устроит, наверное, своим, да, будут чередовать побед с поражением, мне кажется. Все впереди, я уверен, что Алания будет в лидирующей группе, просто вот даже не сомневаюсь в этом, зная амбиции Левы, зная, да, что у него в 25 человек заявки есть, это не мертвые души никакие вовсе, я уверен, что Алания добавит, и Алания, ну, я думаю, в тройке тоже будет. Ну, вот, кстати, Рубикон, который в салоне встречался, они в эти выходные встречался с Феникс Раменки, вот, и там победили, мы играли на соседнем поле, просто мы слышали эти критии Рубикона, который сравнивал счета и вышел вперед, и мне вот интересно, что Феникс Раменки, да, в прошлом году они тоже, кстати, не очень хорошо стартовали, и сейчас вот показывают, что лето, это все-таки не их времен года. Да, Миша, а я на соседнем поле комментировал Кеглиса с СПК Юг, то есть Феникс Раменки, наверное, просто с двух сторон был сажат, слышал, да, это эмоциональная концовка, да, потому что Феникс Раменки 3-2 выигрывал по ходу матча, и Рубикон просто перевернул в концовке, там Владимир Борисович Лизнов говорил о том, что там глупая ошибка привела, да, и Рубикон на своем, тоже настырная такая команда, что-то, что-то я бы, я бы со Скифом сравнил, тоже они бьются на каждом участке поля, есть у них лидер, это Александр Субботин, который много забивает, ну, в общем, да, Рубикон перевернул с Фениксом Раменки, который был, на мой взгляд, фаворитом этой встречи. И он и вел по счету, и по игре, да, причем неоднократно, да, там и 1-0 они выигрывали, и 3-2 вели, да, но в итоге Рубикон удалось перевернуть и в концовке просто-напросто вырвать победу. Вот я говорю, в прошлом году Феникс и Раменки стартовали не лучшим образом, но к концовке, к концу сезона, да, набрали хороший ход, и набирали очки, и приближались уже вот к зоне, так скажем, стыковых и так далее матчей, да, то есть, 7-е место они заняли. Да, но вот опять, вот эти потери сейчас на старте, да, они могут как раз аукнуться. Потом, Макс, ну, третье место твое, собственно, ты у нас выступаешь за дубль, правильно? играю, да, конечно. Все, ты уже, я к тому, что восстановился уже, травма уже, да, травма восстановилась, за дубль играю, и за основу тоже прихожу, страхую, так что, может быть, против Барса. Ну, в принципе, вы могли тоже сейчас, мы могли говорить о том, что у вас мог быть стопроцентный результат, но потеряли очки вы с Аверсом, 14-е место, ну, были у тебя какие-то вопросы по, судейству, да, ну, вкратце, Макс, все-таки, неужели 3-3, только ли судейство? Нет, конечно, не только судейство, то сами мы виноваты, потому что мы при счете, при счете 3-1, должны были дважды еще раз, дважды забивать, и уже счет 4-1 бы мы точно не отпустили, а Аверсу я могу только похвалить, эта команда тоже проявила характер, боролась до конца, несмотря на то, что 3-1, там оставалось 10 минут играть, все-таки один гол нам забили, и в концовке навал совершили, заработали пенальти, и на последних секундах сравняли счет. Ты расстроился? Конечно, расстроился, да, мы потеряли 2 очка, это очевидно, но я могу Аверс лишь похвалить, потому что ребята молодцы. Я так понимаю, что еще для тебя больная тема, ключевые ошибки были и от арбитра, да? Ну, тут как, конечно, можно было пенальти ставить в ворота Аверс, там в руку мяч попадал защитнику, была прервана моя передача на Березу, на нашего 50-летнего ветерана, который должен был сделать дубль в этом эпизоде, но рука прервала, на пенальти не был назначен, ну, а нам в конце точка, ну, так мягко говоря, очень спорная. Да, ну, не будем, как бы, мы уже там в своем чате, там, порубились на тему арбитража, да, ну, понятно, что мы там, судьи бывают, где-то любительский уровень показывают, где-то мы любительский уровень футбола показываем, поэтому, ну, это любительская футбольная лига, всякое бывает, ну, конечно, хотим лидировать дальше, но мы где-то здесь потеряли, может быть, а вот, например, с Аланей мы забили на последних секундах, тоже где-то, может быть, где-то повезло, да, потом с Фениксом Раменкид мы тоже забили на последних секундах, ну, вот, как-то так, я думаю, что 13 очков после пяти туров для нашего дубля, это более чем хороший результат. 12 очков после пяти туров также и у Можайского, да, они встречались с Армадой, такая первая проверка для команды Можайский, вот, в прошлом году так болталась команда внизу, были определенные проблемы, но вот сейчас старт Можайскому удался, да, матч этот транслировали мы с Армадой, и здесь вообще счет 5-4, он на самый популярный на этих выходных, 5-4, 4-3, вот, победа Можайского, и четвертое место, и команда братьев Ручек, вот, Сева, вот, сейчас, ну, так, молодцы, дадим должное, да, где-то надо все-таки собраться, где-то может привести себя в форму, психологически, тоже наладить, свое состояние психологическое, и уже, наверное, что-то показывает в футбольном поле, потому что, в принципе, футболисты у Можайского-то неплохие. Да, конечно, с Севой Перейдарем я как раз разговаривал в воскресенье, поздравил вас с победой, вот, в последнем туре, действительно, команда собирается, есть замены, темнокожие вот эти футболисты, да, подъезжают, которые тоже, такого достаточно хорошего уровня, и ты знаешь, вот, самый такой результат, это то, что победа над дублем Успенского, Успенская собирает хороший состав на дубле, Грибанов играет, да, 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 потом вот, вот эти новички тоже, которые есть, да, в высшей лиге, они тоже двигаются. Брат Жиго, Брат Жиго, играет, и сам Жиго приезжал. И сам Жиго приезжал, да, и с ним вся сердце перепоткалось, да, и Брат Жиго еще даже лайки потом ставил в инстаграме, людям, которые выкладывали с ним фотографии, то есть, вот, представляете, Брат Жиго, да, тоже профессионально поиграл, я у Эльдара Зарипова спрашивал, он говорит, по-моему, на уровне третьей лиги Франции выступал, вот такой темнокожий защитник тоже, и Жиго приезжает за него болеть. А ты знаешь, Дмитрий Башкин тоже ходил фотографироваться вместе с Жиго, и какие-то там вопросы у него даже про Спартак спросил, а я единственное, вот сейчас задаюсь вопросом, он же француз, по-моему, да, и он по-русски понимает, или наш Барик разъясняется на французском? Ну, Барик-то вообще полиглот у нас, да, недаром же он голос сет у меня, но я тоже к Жиго подходил, и по-русски с ним разговаривал, то есть, Жиго так достаточно, сносно по-русски изъясняется, ну, видишь, уже и с Успенским так они активно общаются, понятно тоже на русском языке, да, вот такой вот интересный момент, но мы опять же подчеркиваем, что Можайский обыграл дубль Успенского. Да, кстати, дубль Успенского тоже идет вверху, пятое место, но Успенская дубль все-таки мы, наверное, воспринимаем больше как, с точки зрения того, что просто прийти, покатать мяч, получить удовольствие, то есть, наверное, мы пока не берем Успенская, как команда, которая куда-то, кому что-то надо ей. Да, мы берем с точки зрения просто удовольствия футбола. Ну, да, но просто еще нужно, конечно, отметить, такие люди просто играют, тот же, да, Грибанов там, да, и Леонтьев тоже за дубль играл, я это видел. Вот, просто там 2-3 человека, они могут просто исходы поединков решать. И, ну, за исключением еще первого тура, когда премьер-лига еще не стартовала, Успенская просто основу на городок 17 привезли, и городок 17, пусть получил 17. Ну, ты знаешь, городок вообще такой в этом году непонятный, совсем и не городок, потому что они Макса десятку от искры получают. Ты знаешь, вот когда Успенская забила городку в первом туре, я подумал, что ну действительно привезли основу, как бы городку. Скорчагина. да, очень тяжело бороться. Наверное, это да, вот так, наверное, нечестно может быть поступил Успенская. Но смотрю на искру и понимаю, что Успенская в первом туре может и не виновата совершенно. Может вопрос только городку? Удивляет, конечно, позиция городка, да, и всего лишь одна победа в пяти матчах. Я тоже, как бы, видел, что в первой лиге городок очень крепко держался, да, у них есть Струщевич, да, нападающий хороший, да, который цепляется за мячи. Вообще команда тоже крепкая такая. Я-то полагал, что Новая Москва, Аланьи и городок 17, которые покинули Передзион, будут как раз-таки бороться за возвращение обратно. Но городку 17 похоже, что это не особенно нужно. Поэтому так спокойно, спокойно, как бы, играют себе. И вот, поражение от Искры, тем более 10 мячей пропустили. Кстати, по Искре. Смотрел я игру с дублем Успенского, Искра очень тоже здорово сопротивлялась. Было у них удаление, вот, и, ну, так сказать, с большим трудом Успенская переиграла, 3-1. И шикарнейший гол, кстати, забил Ильдар Зарипов. А, со штрафного, по-моему, да? Со штрафного, да, он как первую рукой положил. В общем, классный был матч. Искра по-прежнему является таким крепким соперником, который попортит нервы. Да, и, в общем-то, я думаю, что Искра может где-то вмешаться в борьбу за выход. Еще одна команда, которая имеет одинаковое количество очков с Можайским, Успенским и Искрой, это команда нашего с тобой коллеги Николая Ворова, Форум. Вот, чей рывок для меня, честно говоря, неожиданен. Вот, команда в прошлые выходные, правда, проиграла Бородино. Вот, этот матч сейчас на ваших экранах. 2-3, но в упорной борьбе, но при этом в этих уже обыграли апперкос со счетом 12-1. Вот, Максим, с чем связываешь взлет форума? Я думаю, что форум просто в прошлом году, так сказать, освоился во втором дивизионе, да, там обкатали состав. Коля Воров постоянно, как бы, занимается селекционной работой. Я думаю, что там появились еще люди, которые укрепили состав форума. Форум это уже такой вот, уже тертый калач второй лиги, и поэтому свои очки форум исправно набирает. Вот, я думаю, это связано именно с этим. Может быть, еще, конечно, не хочу камень в огород кидать, но, вот, опять же, по календарю, насколько я помню, форум не встречался с кем-либо из лидеров команды. А Бородино, как ты сказал, проиграл, да? Но в Бородино так на секундочку играет Роман Саркисян. Да, да, который, в принципе, в втором дивизионе может делать результат один. Да, и может быть лучшим игроком вообще дивизиона 2б и лучшим бомбардиром. Ну, опять же, Максим, подводя некие такие итоги, да, чем хорош начало сезона, мы пока можем говорить о каких-то командах, которые идут вверху, которых мы не ждали, и тем прекрасен футбол. И это хорошо, да, тот же форум приятно удивляет, и, в принципе, мы не ожидали его увидеть так высоко, как и Можайский, но они идут, они обыгрывают, и это очень интересно. Да, новая команда Пахт, еще хотел бы, и Пахта, 5 игр, 5 побед, и хотел бы еще отметить старт Армады, они, конечно, два последних матча проиграли, но у них первых, Армада, помнишь, она тоже внизу ушла, боролась за выживание, там, как бы, но мы показывали, как раз, видео у нас было, Можайский Армада, когда вот мы обсуждали, да, вот, стартовали тоже с 3 побед команда Армада, тоже прибавляет она по этому сезону, и, конечно, все это очень интересно. Максим, давай посмотрим на пятерку бомбардиров, что интересное, что, куда ни глянь, в какую лигу везде Корчагин есть, в том году во втором он был, в премьерке, сейчас опять Корчагин, вроде бы он не играет за Успенская дубль, но вот успел забить 8 мячей, городку, городку, да, и в результате он в пятерке лучших, вот, на первом месте Михаил Пелюги, Новая Москва, 11, Евгений Полтавский, Феникс Рамки, 10, Данила Осадкин, 9, Корчагин 8, и Нариман Аюбов, Пахта, 8 забитых мячей, но вот с точки зрения забитых мячей, да, 2, Б чуть вступает 2, да, если можно, еще добавлю, что у Вадима Абакумова из Атлетики тоже 8, да, ну там и тогда и Станислав Боровков, и Роман Саркисян по 8, то есть у нас такое-то, получается, 4-х власти, Восьмеркины, да, Восьмеркины, все правильно, ну что ж, Максим, наверное, все, да, добавить тебе нечего, повторим дивизионы, ну пока, все, дивизион огромный, такой же, как 2, будем ожидать новых интересных встреч и обсуждать это в нашей студии, ну а это была передача на Туре, сегодня вел Максим Киселев, Михаил Меркулов, увидимся через неделю, до свидания, играйте в футбол, пока-пока,